Серёж, во-первых, с победой. И всё-таки... Первый вопрос, наверное, почему пять фолов так быстро набрал? Это такое стремление доказать в себе, а то, что всё-таки после отсутствия долгого на площадке? Нет, это никак не связано. Просто понимали, что нужно играть плотно с эско. Потому что любая команда может под таким давлением в защите не показывать свой баскетбол. Поэтому играл агрессивно. получил фолы, но это баскетбол. Как узнал о том, что тренер тебе сильно доверит место в стартовой пятёрке? Насколько это было сюрпризом? Ну, хорошо сыграл сегодня, потому что не знал до последней секунды. То есть, был план, что Макс выйдет, но, в конце, меня выпустил. Может быть, это и сработало. Не знаю. Как удалось настроиться именно после счёта 0-2 против ЦСКА? Казалось бы, уже всё решено в этой серии? Ну, скажу, что, конечно, это работа всех. Тут много факторов. Первое, наверное, что коллектив такой, который не пошёл, как многие говорили, в отпуск. Проявил характер. Тренерский штаб настраивал. И, конечно же, перед своими болельщиками мы не можем играть спустя рукава. С учётом того, что лёгкая пятёрка была, почти весь матч много приходилось двигаться. Как с точки зрения физики эта игра далась? О нашей команде? Да. Ну, я думаю, опять же, всё упирается в то, что цена победы очень высока, да и поражение. Поэтому от усталости здесь вообще никто не говорит. При том, что сегодня не так много кто-то отыграл. Поэтому были все мобильные, свежи. И, опять же, при наших болельщиков ноги сами бегут. Насколько было принципиально обыграть бывшую команду, в которой, тем более, у тебя, к сожалению, не получалось выходить регулярно на площадку? То есть, такие, можно сказать, маленькие обидки были? Никогда не думаю об этом. Естественно, мысли, наверное, возникают, но их прогоняют. Потому что я ушёл в ССК очень хорошо, вот и благодаря Андрею Владимировичу, да, который отпустил меня и понял, что я просто хочу получать игровое время. Поэтому нет. У меня, на самом деле, много друзей в ССК, и никакой без него чисто спортивный интерес обыграть флагман российско-европейского баскетбола. Теперь, с каким настроем вы идите завтра? Успеете ли восстановить силы? И, действительно, ли 2-2 возможны? Конечно, всё возможно, опять же, но мы также понимаем, что в ССК много специалистов, высокого уровня, игроков хороших, да, тренерский штаб сильный. И, естественно, сделать какие-то коррективы, и всё будет зависеть от настроя в первых минут, думаю, от усталости, всё-таки, мне кажется, не стоит на это вообще как-то акцентрировать, потому что мы свежее, наверное, даже моложе, и играем дома, это дополнительный плюс в нашу копилку. «Последний вопрос о сборной, недавно был объявлен состав, уже можно, не знаю, порадовать болельщиков, тем, что ты всё-таки уже восстановился после всех этих болельщиков, приедешь здоровым, или пока не поймал, но скажу так, что настраиваюсь, настраиваюсь, но пока дайте сконцентрироваться на последних двух играх, надеюсь, на двух играх в финале, и потом поговорим». «Всё-таки насколько тяжело будет играть там, учитывая нехватку стольких важных игроков…» «В сборной?» «Да, в сборной, и практически, наверное, будут проблемы с центровыми, учитывая, что и Тима Мозгов, и Дима Соколов любят хватать фалы». «Кто сказал, что должно всё быть легко, вот, была схожая ситуация, если не ошибаюсь, в Польше, да?» «В 2009, да». «Когда тоже наши лидеры не смогли приехать, то по травме, то…» «Вот, и поэтому будет интересно, новый тренер, многие игроки очень амбициозные, вышли на новый уровень, хотят себя показать, доказать, вот, но и все прекрасно, все знают, что высока планка сейчас, и давление возрастает от того, что понимаем, что наши, из наших лидеров будет тяжело показать результат, но тем интереснее будет, будем показывать свой характер». .